Ребятки, вы готовы слушать истории? Да! Да? Хорошо. Ну что, у нас сегодня история будет о мальчике Эдике. Эдике. У нас тоже есть в школе Эдик, да? Но это другой Эдик. У Эдика была одна не очень хорошая привычка. Он очень поздно возвращался со школы. Очень поздно. Я не знаю, наверное, еще большинство из вас в школу не ходит, но уже будут скоро ходить, да? Да, еще кто-то не ходит, но скоро будет ходить. Да. Но скоро уже будете ходить. Вот. И я вам расскажу эту историю, чтобы вы не совершали такую же ошибку, как Эдик. Эдик, когда шел со школы, он очень долго шел. Он останавливался на каждом углу, что-то им интересно там было. Там кошка какая-то была, там собачка. В общем, очень много всего интересного было. И он очень-очень поздно приходил со школы. Мама уже не знала, что с ним делать. Мама говорит, ты, когда вышел со школы, сразу иди домой. Я тебя жду дома. Ты должен покушать, сделать уроки. И у тебя еще будет время поиграть. Но он так медленно шел и постоянно что-то отвлекал ее. Что делать? Мама говорила, ну, ты смотри, у тебя какой-то будет такой случай в жизни, который тебя научит правильно поступать. Но никак такой случай не наступал. И Эдик постоянно задерживался. Постоянно что-то его отвлекало. Но однажды все-таки произошла такая история, которая стала для него очень большим уроком. Однажды мама, как всегда, ждала Эдика после обеда дома. И тут вдруг раз появляется папа. Папа обычно был на работе до вечера. А тут он пришел в обед и говорит, знаете что? У меня сегодня нет работы после обеда. Давайте что-нибудь интересненькое придумаем. Давайте вместе проведем время. Вы любите проводить время с вашими родителями? Да. Да? Вместе с родителями. А что вы любите вместе с родителями делать? Играть любите, да? А кто еще? Играть, да? Все хотят играть с родителями. У мамы есть сестричка и кольца. И она не знает, но и спортом. О, спортом. Хорошо. Нравится с сестричкой, да? Ну, а с мамой и с папой тоже нравится? Да. Тоже нравится. Всем детка нравится с мамой и с папой. Мама обрадовалась так. И сестричка маленькая была у Эдика. Она тоже обрадовалась. Ура! Говорят, будем вместе проводить время. Папа говорит, я придумал, что мы сделаем. Мы поедем на озеро. На озеро. Там можно и покупаться. И там есть кафе. И мы там можем покушать вместе. Нравится вам так с родителями? На озеро куда-то или на море поехать. Или в горы, да? А еще, если там есть кафе, да? О, это хорошо. Бассейн – это всегда хорошо. Ну, и все так обрадовались. И папа начал уже там машину собирать. Мама тоже начала собираться. И сестричка начала собираться. И вдруг мама вспомнила, подождите, а где же Эдик? А тут папа как раз спрашивает, а Эдик уже пришел со школы? Мама говорит, нет. Как всегда, задерживается. Ну, папа говорит, мы не можем ждать. Он уже должен был быть давно со школы. Мама говорит, да, он должен был быть, но еще не пришел. Что же делать? Ну, папа говорит, так, пять минут. Я собираю машину пять минут, и мы едем. Ой, мама говорит, ну хорошо, давай, мы тоже через пять минут будем готовы. Мама быстренько собралась сама, сестричку, ну, то есть дочку свою, сестричку Эдика собрала. И она все выглядывает туда в окно, а Эдика все нет и нет, нет и нет. Уже было четыре часа, когда они собирались ехать. Но уже четыре часа и пять минут. Четыре часа и десять минут. Ну, мама еще упросила папу подождать пятнадцать минут. И уже было четыре часа двадцать пять минут. Они уже двадцать пять минут ждут Эдика. Но Эдика так и нет. И когда прошло еще пять минут, папина терпение лопнуло. Он говорит, все, собираемся и едем. Когда-то для него должен быть урок. Они сели в машину, мама еще надеялась, что вот-вот он появится. Но он не появился. И они уехали. Где-то еще через полчаса калитка открылась, и Эдик заехал на своем велосипеде со школы. Уже пять часов было почти. Толкнул дверь ногой. Дверь закрыта дома. Он удивился. Поискал свой ключик у него там был на веревочке. Открыл ключик. Зашел домой. Никого нет дома. Зашел на кухню, смотрит записка там. Мама написала записку. Он читает. Вы умеете читать уже или нет? Умеете, да? Еще не умеешь. Надо обязательно научиться читать. А вдруг мама записку напишет. Надо обязательно всем научиться читать. И он читает записку. Эдик говорит, мы тебя ждали полчаса. И тебя снова не было. Мы уехали на озеро. Будем поздно вечером. Еда. В холодильнике. Мама. Такая записка. Как вы думаете, Эдик обрадовался? Нет. Ой, как он расстроился. Мама с папой, с сестричкой на озере будут. Будут там отдыхать. Еще и в кафе пойдут. А он тут дома будет сам. Ой, ой, ой. Ну, почему же он не послушал маму? Ну, почему он так долго шел со школы? Как он теперь сожалел об этом? Как он сожалел? Как ему было обидно? Но вдруг одна мысль пришла к нему. А вдруг это завтра еще раз произойдет? Нет. Все. Больше он такого не будет делать. Больше он не будет опаздывать со школы. Больше он не будет не слушать маму. Теперь он решил вовремя приходить домой. Сразу же ехать со школы домой. Больше он такого урока не хотел. И так в его жизни и произошло. Больше он не опаздывал. Интересная история для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова